Я звертаюся в первую очередь до белорусских владов с закликом не уживать силу и гвалт супрац мирных демонстрантов и манифестантов. У нас сейчас проходит выборчая кампания, и мы видим на властные очи, как отбываются грандиозные массовые фальсификации этих выборов. Я уверен, что белорусские граждане, которые хотят правды, справедливости, честных выборов, не будут мириться с этими фальсификациями и выйдут на улицу в знак протеста, потому что иншага шляху выказать свою незадоволенность, свой протест у них нема. И в этой ситуации мирные демонстрации не мусить быть разогнаны силами ОМОНа, милиции, внутренних войсков. Тому я звертаюся до тех, кто, может быть, будет примать в дел, кого будет примушать и загадывать, брать в дел в разгоне мирных демонстрантов, не брать на себе эту отказность за незаконные, злочинные загады. Тому, что один человек, який отдает такие загады и фактично берет на себе всю эту отказность, хочет, чтобы в этих злочинствах был удельничаем не только он, а удельничали сотни и тысячи инших людей, которые служат, и которые не должны по сути выполнить эти злочинные загады. Вот таким чином порушается Конституция Республики Беларусь и белорусские и международные законы. Тому я звертаюся до супрацовников внутренних органов, до офицеров, до сержантского состава, до рядовых милициянтов, до супрацовников Держаутоинспекции, до тех, кто реально повинен оховывать безопасность белорусских грамадзянам, не удельничать в этих злочинствах, в которых вас зараз спробуют затягнуть. Это не ваши функции, не ваши обовязки. Вы живете сирот простых грамадзян, ваши женки, ваши дети, контактуют с уседями, с теми, с кем они працуют на праце, и вы сами отчуваете, что на сегодняшний день белорусское грамадзянам реально хочет перемен, и вы не повинны брать удел в выконании злочинных загадок. Знайдите махчымость ухилиться от этого. Я вельмість подяюся про тое, что наша милиция – супрацовники внутренних органов разом с народом. Милиция с народом памятайте про это, не забывайте. Вам с нами разом жить еще не один год. В связи с махчумыми стихийными акциями протесту, яке могут пройсти в нашей краине 9-го жнивня и в наступные дни, хотелось бы звернуться до наших уладов и нагадать, что свобода мирных сходов и выказанность своего меркования гарантована грамадзянам Беларуси як Конституцией Беларуси, так и международными нормами в голене правого человека у праватности международным пактом о грамадзянских и политичных правах. В связку с этим мы закликаем нашей уладой неухильно керываться тыми международными привязательствами в голене правого человека, яке Беларусь доброхотно взяла на сабе, и неухильно их выконовать. Это означает, что свобода мирных сходов не подлегая ни ярким обмежеваниям, а кроме от их, яке установлены законом, необходны в демократичных краинах, умытых национальной беспеки, громадских аппаратах, жития, здоровья, насельництва. Иншими словами кажучи, мирные сходы знаходятся под обороной международных норм права в голене правого человека. Тому мы закликаем супрационникам милиции не применять гвалт, не применять спецсродки в дочинении до мирных демонстрантов. Если супрационники милиции станут светками неких провокационных деяний пелных особов, яке удельничают в мирных протестах, то обогатством супрационников милиции з'является затримание этих особов, але не спынение всей демонстрации цалком и не обмежевание, не порушение свободы мирных сходов остатних удельников демонстраций, яке не издесняют неких супраисправных деяний. Мне так само бы хотелось взвернуться и до граждан нашей краины, максимально притремливаться мирного формата проведения сходов и не поддаваться на провокации.